Привет всем! Сегодня хочу сделать обзор вот такой системы. Ранее она была в полуподробном обзоре, но здесь аппарат с проблемами, поэтому хотел бы описать в чем заключаются проблемы, чтобы у потенциального клиента, захотевшего купить такую штуку, не возникало вопросов. Значит, в чем у него есть проблемы. Так, значит, сейчас играет CD. CD два канала, идеально. Звук очень хороший. Так, теперь переключаем на USB. Так, считается флешка. 570 композиций. Так, здесь тоже проблем никаких. Звук великолепный. Здесь считалка идет на 30 позиции, то есть колоночки работают неплохо. Баса хватает. Так, окей. Флешка норм. Далее линейный вход. Теперь фоно. Фоно. Так. Поднимем тонарм. Заводим диск. И возникает в правом канале вот такое неприятное шипение. Скорее всего, это конденсатор. Так, в левом, в левом здесь. В правом все окей. Опустим. Кстати, с винил здесь звук очень громкий и хороший. Если бы вот этого шума еще не было, было вообще здорово. Потому что это один из самых громких виниловых проигрателей с рубиновой иглой. Так, перескочу-ка я на следующую. Звук тоже из двух каналов идет, поэтому, то есть вот паразитная вот эта фигня. Так, что еще хотел показать? Так, что бы здесь? Здесь, кстати, есть питч-контроль, можно скорость регулировать. Даже по стробоскопу. Вот тут такая штука. Лампочка. Так, что дальше? Что дальше? Дальше. Bluetooth. Bluetooth работает. В общем, две проблемы здесь. Точнее, да, вот с шуршанием с этим вот непонятным. И с одним каналом на радиоприемнике почему-то. Вот, кстати, да, что-то хотел еще показать. Я хотел показать, как работают стрелочные индикаторы. Да, странно, радио не хочет. Так, сиди. Так, и на флешечке. Поскольку здесь мелодия без авторских прав. Здесь ее можно смело подольше покрутить. Да, кстати, с ним пульт есть в комплекте. Крышка не треснута ничего. Есть немножко залапки такие на ней. коробка. Коробка, вот, коробка. Да, это тачплей. Разумеется, Китай для американского рынка делает. Вот, так, так, так. Это музыка опять, блин. Где тут была музыка? Вот, без авторских прав. Слешки великолепные. Вот, соответственно, аппарат новый. Вот с такими глюками. Крышка, как я сказал, нормальная. Так, пульт от него идет. Инструкция. По функционалу здесь можно по папкам переключаться. Он пишущий. Можно писать с любого источника. С винила, с радио, с сидюка на флешку. Цифровать можно. Вот, так. Есть тембр НЧВЧ. Тюнинг. Слиптаймер. Спид. Скорость на этот, на проигрыватель. Ну, и громкость его тоже. Ротейт. Разъем здесь RCA и в колонках. Так что, при желании, кто захочет, можно подключить побольше. Питание у него 15-12 вольт на 3 ампера. Вот, сзади подключается. Вот такой вот аппарат. В общем, если кто желает заняться небольшим восстановлением, то, пожалуйста, к вашим услугам. Он вас ждет. Всем пока. До новых обзоров. Подписывайтесь на канал. Не стесняйтесь.